МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости и я, Владимир Чубенко. Главные события, факты и комментарии. Сегодня в выпуске. Орден Героя. Павлодарские поисковики ищут родственников фронтовика, чтобы передать награду. К сожалению, никаких результатов нет ни с Сомской стороны, ни с Павлодарской. Конфликт интересов. В Экибастузе подрались контролер и кондуктор автобуса. Ночное преображение. Долговечную разметку из термопластика будут наносить на городских дорогах. 30 солдат-десантников торжественно проводили на службу в Конаев. Глава государства Касым Жомар Токаев подписал указ о проведении референдума по поправкам в Конституцию. Будет внесено 33 изменения. Все они направлены не на расширение полномочий президента, а наоборот. Распределяют их часть между другими институтами власти. Подробнее Азамат Айтханен. В Павлодаре создан штаб общественной поддержки референдума. В нее вошли неравнодушные к судьбе страны люди на добровольных началах. Вступить в их ряды может каждый. Будут проводить разъяснительную работу. Что самое замечательное, что все-таки все эти поправки, они внесены на основании тех пожеланий, тех предложений, которые внесли мы сами, граждане Казахстана. Как ассамблеевец хочу сказать, что для нас одной из таких замечательных поправок является то, что упразднена квота в Можилис, но зато у нас теперь есть 5 квот в Сенате. И здесь обязательно учитываться будет и прозрачность выборной системы, ну и, конечно же, учитываться и наша многонациональность нашего государства. Одно из предложений Касым Жумарта Токаева – создание Конституционного суда. По мнению политологов, это большой шаг к народу. Конституционный суд, он существовал и до этого, в период с 1992 года до 1995. Затем с принятием новой Конституции данный орган был упразднен. В настоящее время граждане Республики Казахстан напрямую не могут обращаться в Конституционный совет, могут обращаться через суды, районные, городские, приравненные к ним суды. Если они считают, что какой-то нормативно-правовой акт является неконституционным и нарушает, соответственно, конституционные права граждан. С созданием такого института у граждан появится возможность обращаться в Конституционный суд напрямую. У народа, считают эксперты, возрастет доверие к правовой, в частности, судебной системе. К слову, республиканский референдум запланирован на 5 июня. Азамат Айтхалин, Дмитрий Моисеенко, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Бесценная находка. Житель Павлодара много лет назад купил легендарный Орден Отечественной войны у уличных торговцев. Долгое время мужчина бережно хранил реликвию, а потом из новостей телекомпании «Ирбис» узнал о существовании поискового отряда «Майдан Жолы», куда и принес памятный знак. На этом история не закончилась. Командир поискового отряда «Майдан Жолы» Александр Шитов держит в руках настоящую реликвию. Такой орден в семьях передают из поколения в поколение. Действительно, у него невероятная энергетика. Каким-то образом много лет назад он попал к уличным торговцам, а выкупил его житель Павлодара и передал поисковикам. Началась серьезная работа по поискам владельца, самого фронтовика или же его родственников. Были задействованы военные архивы пяти стран, и вот что удалось выяснить по серийному номеру жетона. Беляшов Георгий Николаевич призывался с Омской области и уроженец Кутулы, солдатский район, Омская область. 23 апреля 1914 года рождения. Но, к сожалению, никаких пока еще результатов нету ни с Омской стороны, ни с Павлодарской. Поэтому я хотел бы еще раз об этом сказать, еще раз к дню победы, потому что много людей приковано к телевизорам. Если орден каким-то чудесным образом попал в Павлодар, значит, возможно, здесь проживают и родственники ветерана. Георгия Беляшова, командир поискового отряда «Майдан-Жолы» Александр Шитов дал себе слово, что не успокоится, пока не найдет тех, для кого эта весточка из далекого прошлого согреет сердце и будет памятью о герое. Артем Буланов, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбес». Помним героев. Ветеранов Великой Отечественной войны сегодня навещали представители компании «Рубиком». Для тех, кто ковал победу, они приготовили большие корзины с фирменной продукцией. В квартире одного из почетных жителей города побывала и наша съемочная группа. Свою благодарную миссию компания «Рубиком» продолжает каждый год. Они навещают настоящих героев и всегда не с пустыми руками. Здравствуйте! 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 Ой, спасибо! С праздником! Спасибо, праздником! Компания «Рубиком» вам. Небольшой презент в честь праздника. Марии Даниловне Курбатовой в этом году исполнится 99 лет. На фронте она была снайпером. Хрупкая девушка быстро научилась управляться с массивной винтовкой. Враг знал и боялся ее. Именно ей и доверили сложнейшее задание в Чехословакии – выследить и устранить снайпера-фашиста. Он охотился на высокопоставленных советских чинов. И вот однажды наша героиня из Павлодара выследила его огневую точку в лесу. Несколько дней провела в засаде и не промахнулась. Конечно, сразу нас поблагодарили, и все, это командир. И сразу нам, ну не в этот же день, а там через сколько, нам медали дали за отвагу. Это первая медаль была за отвагу. Компания «Рубиком» ежегодно поздравляет труженьков тыла, ветеранов Великой Отечественной войны. Это наша благодарность им за мирное небо, за то, что они проявили храбрость, отвагу, защищали родину. И благодаря им сегодня мы живем в мирное, спокойное время. У Марии Даниловны много правнуков и правнучек. О том, чем кормить большое количество гостей 9 мая, вопрос уже не стоит. Вкусные угощения объединят крепкую семью за одним столом. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Драку похлеще, чем на боксерском ринге, увидели жители Кибастуза. Кулачный бой устроили коллеги по цеху. Кондуктор автобуса и контролер на линии. Финал этой истории смотрите в специальной рубрике телекомпании «Ирбис. Новости из соцсетей». А я только добавлю важную информацию о том, что торговый дом «Мега» – это ваш лучший выбор. Там новое поступление кухонных гарнитуров, а также мягкой и корпусной мебели. На весь ассортимент действуют скидки от 20 до 40%. В одном из автобусов контролер выявил пассажира, не оплатившего проезд. У него отсутствовал абонемент. На этой почве между 56-летним кондуктором и 36-летним проверяющим произошел конфликт, переросший в потасовку. В результате более взрослому оппоненту пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу. Вот что пишут подписчики в комментариях. Молодость победила. Как будто за наследство родителей. Им не привыкать. Чуть что. Драться. Уже соскучились по комарам и мошкам? Традиционный, увлекательный, а главное, абсолютно бесплатный летний аттракцион ждет повладарцев в ближайшее время. Спасайтесь, кто может, пишут люди в комментариях на странице irvis.tv. Здесь есть тематический опрос, посвященный этой больной теме. Терен, Коль, полно комаров, мошка вылетела. Когда будут травить? Или, как все года, нас и наших детей, внуков будет заедать гнус? Уже как месяц кусают. На даче вовсю грызут. А телекомпания Irvis приготовила для своих любимых зрителей специальный выпуск проекта «И я ко дню защитника Отечества» и «Дню Великой Победы». Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал. Премьера первой части 7 числа с повтором 9 мая. Продолжение передачи 14 мая. Время привычное. 20.00. Студенты колледжа из Павлодарской области отправляются в Шанхай. Самые умные металлурги примут участие в международном конкурсе WorldSkills. А сейчас они в числе гостей наблюдали за другими профессионалами, которые радовали своими навыками в рамках регионального отбора. В Павлодаре подвели итоги 6-го регионального конкурса WorldSkills Павлодар-2022. Особо отметили старания молодых представителей заводских профессий. Токарей, слесарей, сварщиков и специалистов по металлу. Все это востребованные и очень полезные направления. Ильсур Тукаев полетит в Шанхай в составе сборной Казахстана. Покажет свои навыки у станка. Этот конкурс мне дал большое количество мастерства. Он открыл новые знания для меня. И каждый конкурс, который проходит, он добавляет новых знаний постоянно. Мы, когда начали принимать участие в республиканском конкурсе, мы с 13-го места на сегодняшний день поднялись на 5-е место. Поэтому это очень радует. У нас есть свои звезды. Сейчас у нас четверо детей готовятся к международному мировому чемпионату WorldSkills. Призеров определяли по итогам пяти конкурсных дней. Все они вошли в состав региональной сборной и уже в октябре этого года примут участие в республиканском финале конкурса WorldSkills. Артем Буланов, Серико Нагбаев, телекомпания Ирбис. Время экономических новостей. Ведущий рубрики на этой неделе Азамат Айтхалин. Я тебя приветствую. И немножко такой медицинский разговор у нас с тобой пойдет. Ты в какую клинику обращаешься при случае? В частную или по месту прописки? Привет, Владимир. Если честно, по месту жительства, потому что бесплатно. Тем более амбулаторные услуги за месяц подскочили в цене сразу на 4%. Здравствуйте. Об этом сообщает портал Energyprom.kz. Первичный прием у врача подорожал в марте на 4,3%. Стоматологические услуги на 3,4%. Лабораторные исследования и рентген на 3%. Амбулаторное наблюдение у узких специалистов на 2,4%. В Павлодаре в среднем первичный прием у врача обходится в 4584 тенге. УЗИ брюшной полости – 4615. Общий анализ крови – 1366. В последние годы расчет число болезней органов дыхания и аллергических заболеваний. Успешно бороться с недугом позволяет созданный самой природой уникальный микроклимат соляных пещер. Галлотерапия мягко и эффективно восстанавливает микрофлору дыхательных путей. Способствует очищению кожи, слизистых и всего организма в целом. Насыщает кровь кислородом, а также снимает аллергические реакции и интоксикацию. В Павлодаре уже 6 лет работает соляная пещера «Галла-центр». Лечебные сеансы проводят с 9 утра до 9 вечера по адресу проспект Назарбаева, 21 дробь 1. Телефоны вы видите на экране. И к валюте тенге продолжает укрепляться по отношению к доллару. С утра в обменниках его продавали по 435 тенге. Евро по 460, рубль по 6,30. Владимир. Благодарю. Это был Азамат Айтхалин. Мы продолжаем. На железнодорожном вокзале торжественно проводили призывников из Павлодарской области. Большая часть из них отправится в город Кунаев. Самое элитное воинское формирование – десантное. Среди тех, кто провожал новобранцев, был и наш корреспондент Артем Буланов. 30 солдат-десантников торжественно проводили на службу в Копчега и на перроне. Последние наставления дают самые близкие люди – родители и любимые девушки, которые искренне гордятся своими мужчинами. Очень хорошо. Он сам пошел в армию, сам напросился, сам пошел. А мы за это очень рады. Сам пришел, сам призвался и взяли все. Всего по области по итогам весеннего призыва 730 молодых людей были зачислены в ряды защитников Отечества. Среди них и сельские батыры. Вот таких мощных ребят берут в элитные войска. Родом с дюма Михайловка Железневского района. Я горд. И знать, что меня приняли в ряды взаимно-штурмовых войск. Я считаю, что каждый мужчина должен отдать долг своей родине. Ауга, Казахстан! Обошлось без слез, только добрые искренние объятия. А еще трогательный и очень патриотичный момент. Артем Буланов, Александр Колесников, телекомпания Ирбис. Мы продолжим после рекламы и вот что увидите. В своем ряду дорожную разметку из термопластика нанесут в Павлодаре. Опасный колодец. Проблему сняли на камеру телефона и прислали в мобильное приложение. Ретро-концерт. Давнюю традицию возобновили в Павлодарской музыкальной школе. Новости спорта, ну и еще специальный информационный блог. Скоро продолжим. В приложении 2GIS вы найдете актуальную информацию о работе организаций и возможностях доставки. Смотрите меню ресторанов и кафе. Делайте свой выбор и оформляйте покупки. Скачайте приложение 2GIS бесплатно в App Store и Google Play. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. У меня в семье было 7 братьев и сестер. И папа, и мама. И все остались живы. Это счастье? Это великое счастье. Я сейчас вспоминаю, мне почему-то сейчас слезы. Миру, мир, 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 миру дай небо. Миру, мир, миру, о, небо дай. У вас есть свой победитель, свой герой? Да, мой дедушка служил. Кульжанов, Жан Мухаммед. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал. Когда он ложится спать, я ему песенки всегда пела. Говорит, помни день победы. Я говорю, как день победы? Вот прям, и вот лежишь, укачешь. День победы, как он был от нас далек. Кто горел, кто летал, кто в атаке бросался на стоп. Смотрите специальный выпуск проекта «Откровения» и я. Вряд ли победы наш Бог. Помните через века, через года. Помните о тех, кто уже не придет никогда. В этом году в Павлодаре дорожную разметку из термопластика нанесут по проспекту Назарбаева. По словам специалистов, материал этот более износостойкий и держится минимум полгода. Ну а тем временем ведутся работы по покраске дорог в других частях города. Подрядчик в этом году работу по нанесению разметки решил проводить в ночное время. Говорит, чтобы и без того затрудненное движение Павлодара не усугублять, перекрывая участки. Специалисты уже прошлись по улицам Туройгырова, Торгово, Лермонтово, Бектурово. Всего на краску в этом году потратят 85 миллионов тенге. С термопластиком будут работать чуть позже. Для этого нужно, чтобы температура воздуха была минимум плюс 10 ночью. Появится он, кстати, только по проспекту Назарбаева. На это есть объективные причины. Основная проблема при нанесении термопластика – это дорожное покрытие. То есть, чем больше у нас покрытия, как шиповым, будем говорить, то есть камушки, трещины, расщелин и так далее, то сложность в том, что термопластик растекается. Если краска напыляется, термопластик ложится слоем, как горячую кашу положили. Если есть трещина, конечно, по трещине будет распространяться. Но это все будем учитывать, все будем смотреть. Термопластик дороже. На него потратят 60 миллионов тенге. При этом, отмечают специалисты, износостойкость в разы выше. Кстати, в этом году внесли изменения в прокрашивание пешеходных переходов там, где есть светофоры. По ГОСТу на таких участках должны быть пунктирные линии. На нерегулируемых остаются бело-желтые полосы. Артем Клеван, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Открытый люк на Исиналиево закидали деревьями и оставили в таком виде. Здесь очень опасно ходить, жалуются зрители. А в вечернее время тем более. Проблему сняли на камеру телефона и прислали в редакцию «Ирбиса». Смотрим мобильное приложение. Там все подробности. Спонсор рубрики «Мобильное приложение». Магазин мебели «Гевея ПВЛ». «Гевея ПВЛ». Всегда выгодные предложения. Вот этот люк, заполненный деревьями. Ночью свалиться можно сюда. Это парковая 29, рядом. Ижелмусы номер один дом. Год 21 автобус. Едем как селедка. Полный автобус. Невозможно не стоять, ничего. Примите меры. Это что такое? Невозможно ни утром, ни в обед, ни вечером в автобусе. Ждем по полчаса, если не больше автобуса. Что за безобразие? Сколько можно уже терпеть вот это все? Академия Четкина 94-96 установили фонарные столбы в 2019 году, в июне месяце. Однако они ни разу не загорелись. Хотя провода подведены. Даже доступ маленьким детям доступен. Прошу принять меры. Видимо, обещанного три года ждут. Это мост через речку Усолочка. Очень красивое место для отдыха. Вот бабулька сидит, отдыхает. Там дети бегают. Убедительная просьба. Надо выкрасить заборчики. Уже столько лет не выкрашены они, не крашены они. Лавочки. Большая просьба. Обратите, пожалуйста, внимание на этот мостик. Набережная в районе Есен-Алеева собрали мусор и бросили. Уже дней десять лежит. Я здесь хожу, и никто не хочет убирать этот мусор. Спонсор рубрики «Мобильное приложение». Магазин мебели «Гевея ПВЛ». «Гевея ПВЛ». Всегда выгодные предложения. Стильная корпусная мебель малазийского, российского и украинского производителя представлена в «Гевее ПВЛ». Каждая модель индивидуальна. В ней сочетаются красота, надежность и качество. «Гевея ПВЛ» сделает уютным не только ваш дом, но и кафе, рестораны. Для вашего удобства есть возможность приобрести подарочные сертификаты на мебель. Предусмотрена рассрочка, скидки. Все модели в наличии и на заказ. «Гевея ПВЛ». Всегда выгодные предложения. В старейшей войсковой части региона, номер 6679, прошел мини-парад. Служащие показали отточенные движения и приняли поздравления, связанные с двумя большими событиями. В каждом шаге чувствуется уверенность и желание служить своей родине. Особенно приятно наблюдать за молодыми солдатами. Все они физически потянуты и доблестно несут такую благородную миссию. С такими бойцами за завтрашний день не страшно. Это в первую очередь воспитывает всех, всей молодежи в духе казахстанского патриотизма, идеологии, во-первых. Вооруженные силы – это основной вид государственной службы, тем более национальной гвардии. Бойцов поздравили 7 и 9 мая, попросили соответствовать героям, отдавшим свою жизнь в годы Великой Отечественной войны за мирное небо. А также исполнили душевную композицию. Не просто быть собой, когда шагает строй, только сердце птицы вьется, и ликует, и смеется, и ему не удается под конвоем пыть в груди, знать бы, что там впереди. Артем Буланов, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Классный час, посвященный Дню Победы, провели в школе имени Олимбаева. Старшеклассники подготовили небольшую концертную программу с песнями и стихами в память о войнах. Дочь одного из них стала специальным гостем. Ее рассказ услышал и наш корреспондент. О том, что война – это страшно, и о подвигах наших солдат старшеклассники вспоминали в преддверии Дня Победы. Учитель начальных классов Елена Гарусова рассказала о нелегкой судьбе своего отца, ветерана Великой Отечественной. Николая Афанасьевича нет уже пять лет, но до самой смерти, 9 мая, он был постоянным гостем в школе. Когда враг напал на СССР, белорусскому парнишке исполнилось 14, и ему довелось испытать все ужасы и тяготы оккупации. Однако воевать с немецкими захватчиками не пришлось. На фронт попал в 45-м, освобождал Китай от японского вторжения. Вот там он принимал участие в боевых действиях и ранения получил, и там же он получил и медали свои за храбрость, за освобождение, за победу над Японией и орден Отечественной войны, первой, третьей степени. Бабушка всегда говорила, когда, она говорила, все в жизни это можно пережить, но когда дети плачут и просят есть, а дать им нечего, вот это страшнее для матери, для матери нет ничего. Мероприятие, посвященное Дню Победы и Великой Отечественной войне, оно как бы для наших учеников, нашей школы, вырабатывает дух патриотизма, родине, уважение к старшему поколению. Школьники гордятся своими ветеранами, обещают хранить память о тех, кто подарил им мирное небо. Александра Петрова, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Чистое небо и счастье детей, изображенные на холсте, а рядом миниатюрные копии танков и другая тяжелая техника. Брутальная, но в то же время очень трогательная выставка сегодня была презентована в нашем городе. Ее мысль – показать, как важно хранить и лелеять мир. Ольга Пашко уже много лет трудится в сфере изобразительного искусства, рассказывает в преддверии 7 и 9 мая. Все очень трепетно подбирают экспозицию. Мужественные праздники необходимо показать так, чтобы каждый понимал – мир – это самое главное на Земле. Это серьезные работы детей, их размышления, их раздумья о том, что такое счастливое детство. Конечно, для всех это радость и счастье чистого мирного неба. Это наш любимый город, наш Иртыш, и поэтому работы посвящены именно этой тематике. Сегодняшняя выставка мне очень понравилась. Мы с друзьями увидели много красивых картинок, экспонатов музея. Всех поздравляю с праздником. Картины выполнены в разных стилях. Здесь и традиционное масло, а также работы в виде поделок. Но это еще не все. Гости выставки насладились живым звучанием лучших голосов Павлодарской области. Артем Буланов, Серик Конакбаев, телекомпания «Ирбис». Ученый-лингвист из Павлодара Амангильды Бесимбаев провел лекции в Республике Беларусь, в университете города Гродно. Занятия были посвящены современным направлениям филологии и межкультурной коммуникации. Стоит отметить, это первый рабочий выезд доктора наук за рубеж после карантинных ограничений. Какие проблемы поднимал павлодарский профессор в Беларуси, расскажет наш корреспондент. В Республике Беларусь на сегодняшний день действует программа «Приглашенный профессор». По ней приезжают поделиться знаниями ведущие и ученые. Перед этим они проходят тщательный отбор. Безоговорочно победил в конкурсе доктор филологических наук из Павлодара Амангильды Бесимбаев. Он прочитал лекции в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. В рамках этой программы мной были прочитаны 16 часов лекций по актуальным проблемам современной лингвистики для студентов филологического факультета Гродненского университета. Но конкретными слушателями моих лекций были студенты специальности белорусский язык и литература, русский язык и литература, иностранный язык, дальше документная лингвистика. Кроме этого были подняты проблемы лингвистической экспертизы. Профессор описал языковую ситуацию в многонациональном Казахстане. Рассказал о системе образования в вузах. Слушателями были не только студенты, но и преподаватели. Ученый подчеркивает, чувствовался их неподдельный интерес. Стоит отметить, Амангильды Бесимбаев не только автор многочисленных научных трудов, но и учебников. Я один из авторов учебника «Русский язык» по обновленной программе. В данном случае я вхожу в авторскую группу редакции МИКТЕП. И конкретно я являюсь одним из разработчиков учебников 6 класса, 9 класса и 11 классов. Там есть двух направлений. Это гуманитарное направление и, естественно, научное направление. На сегодняшний день профессор продолжает педагогическую деятельность в Павлодаре. Работает как со школьниками, так и с молодыми учеными. Выступает экспертом в юридической лингвистике. Азамат Айтхалинсерик Конакбаев, телекомпания «Ирбис». Давнюю традицию возобновили в Павлодарской музыкальной школе после карантинных ограничений. Это ретро-концерты. Исполняют теплые композиции из прошлого. Какое время вернулись на этот раз, расскажет наш корреспондент. Концерт для всех желающих. На сцене как преподаватели, так и воспитанники музыкальной школы. Подготовили насыщенную программу. Наша школа уже не первый год дает серию концертов для населения города. Прежде мы делали концерты для жителей нашего района. Мы приглашали ветеранов педагогического труда. Делали такие ретро-концерты. Сегодня совершенно другой концерт. Это концерт для наших пап и мам. Для поколения 80-90-х годов 20-го века. Прозвучали произведения композиторов-песенников, таких как Максим Дунаевский, Геннадий Гладков. Концерты будут продолжены, порадуют музыкой разные поколения. Заматает Халин Александр Колесников, телекомпания Ирбис. Ну а теперь вместе с Еленой Белоградовой и вместе с вами подведем спортивные итоги недели. Лен, я тебя приветствую. Какая информация? Прошу. Приветствую, Владимир, тебя. Здравствуйте, зрители. В Нур-Султане сегодня финальный день чемпионата Казахстана по художественной гимнастике. Борьбу продолжают наши сеньорки. А вот в командном зачете мы уступили всего несколько баллов. Алматинка мы заняли четвертое место. Еще больше о спорте через несколько секунд. Не переключайте канал. Всем привет, друзья. Меня зовут Артем Буланов. А вы смотрите главный блок у хоккей Казахстана «Головой облет». Только у «Головой облет» есть железобетонный инсайт о том, где продолжит карьеру главная звезда казахстанского хоккея Никита Михайлес. Ох, готовьтесь к большим переменам. Победа «Сырарки» – закономерный итог всего сезона в Казахстане. Тормозит ли развитие нашего хоккея такая гегемония карагандинцев? Узнаем в новом выпуске. Сборная Казахстана едет на чемпионат мира. Узнаем, есть ли в составе случайные пассажиры и кто реально усилил команду. Эксклюзивно в гостях у «Головой облет» новая кровь сборной Казахстана и Бориса – Кирилл Савицкий. Я думаю, у нас в этом году хороший шанс закрепиться. А также назовем лучших игроков и наставников сезона. Не пропустите новый горячий и мощный выпуск «Головой облет». Сборная по батутной гимнастике добилась отличных результатов на молодежном чемпионате страны. В составе сразу несколько абсолютных победителей. Не было равных по владарцам и в командном первенстве. 12 золотых, столько же серебряных и 7 бронзовых в сторону наших соперники поглядывают с завистью. Таких показателей не достигли даже сильные гимнасты из Усть-Каменогорска и Караганды. Особенно в женском турнире наши выиграли все. Виктория Бутолина – абсолютная чемпионка. Лучшие по владарке и в команде. В команде прыгала я, потом Бутолина Виктория, Степанковская Александра и запасная у нас была Долгопова Софья. В команде самое сложное, скорее всего, именно то, что все ответственные. Ты несешь ответственность не только за себя, а абсолютно за всех. То есть нельзя что-то сделать не так. Старшие девочки 17-21, они завоевали в синхронных прыжках весь пьедестал. Первое, второе, третье место. В возрасте 12 и младше. Там тоже две наши пары. Самые маленькие наши девочки. Мы повезли первый раз двух девочек. Они тоже очень хорошо выступили. На двойном Минтрампе очень хороший результат показали. У нас как и старшие не уступают, так и малышки. Не отставали от наших девушек и парней, они тоже собрали богатую коллекцию медалей. В личном и синхронном турнире соревнованиях на Минтрампе. Три золотых у Егора Белюсенко. Сложнее всего было прыгать в дуэте. В напарниках гимнаст из Алматы. На подготовку всего несколько тренировок. Самое сложное, это, наверное, построиться под его высоту, потому что он прыгает ниже, чем я, и трудно сдержать высоту. В предварьевке я, допустим, небольшую ошибку, упав в последний элемент, но все же мы вошли в финал третьим. В финале нам пришлось значительно упростить комбинацию, но за счет синхрона техники и перемещения мы выиграли. После чемпионата Марат Урманов получил вызов в национальную сборную. Гимнаст остался в Алматы и проводит УТС. А лидер женской команды Виктория Бутолина начинает подготовку к Кубку мира и азиатским играм. В розыгрыше Кубка Казахстана определился состав команд группового этапа. К 14 клубам премьер-лиги присоединились два из первого дивизиона. Футболисты ЖТСУ и КСР преодолели предварительный раунд и вместе с АКСУ и АКТУБЕ попали в четвертую корзину. Участники Еврокубка Табола, Стана, Кайрат и Кызлжар в первой. Остальные дружины распределены по итогам выступления в турнире прошлого сезона. Календарь составят после жеребьевки. В группе будет по одной команде из каждой корзины. Стартует Кубок в июле. А волейболистки молодежных сборных со всего региона начали борьбу в рамках чемпионата области. В областном первенстве выступает 12 команд. Половина из них представляет районные сборные. Показатель после длительного перерыва неплохой. Тем не менее, участников ожидали больше. Этот возраст, который заканчивает уже школу, и некоторые дети из-за того, что сейчас государственные экзамены, может быть, из-за этого не подъехали. А так, очень много было команд на 2008-2009, 19 команд. Конечно, детей очень много этого возраста. В этом немножко поменьше. Этот чемпионат среди волейболисток старшего возраста группа «Стыковая» играют спортсменки 15-16 лет. Соревнования отборочные, победитель летом отправится на первенство республики в Петропавловск. Состав команды уже практически сформирован, однако специалисты не исключают. На некоторых позициях могут быть замены. Воспитанница Аксуя Жан Кожабекова находится в городе Дурис. Сборная Ю-17 выступает в турнире Кубок развития УЕФА. Футболистки прошли подготовку в Алматы, где оттачивали тактические навыки и провели контрольные спарринги. Но это не помогло команде. В стартовом матче наши уступили сверстницам из Косово, а затем в упорной поединке Черногории. В заключительной встрече сыграют с хозяйками футболистками Албании. А в рамках городской школьной спартакиады назвали чемпиона волейбольного турнира. В решающем матче встретились давние соперники. Команде 25-й противостояла школа имени Бауржана Мамушулы. Это была увлекательная игра с обилием опасных моментов. В результате удача улыбнулась последним, и они обыграли соперников со счетом 2-1. Даже наставникам других коллективов понравилась эта встреча. В матче за бронзовый комплект наград школа имени Ауэзова встречалась со сборной 17-й. Первые действовали более интересно и заслуженно праздновали победу. Праздничный турнир в Павлодаре собрал более сотни юных пловцов. Спортсмены боролись за медали открытого первенства города. Плывут не только ради наград, но и просто получая удовольствие. То, что это полезный вид спорта, научно доказано. Алена Зыкова это знает лучше многих. Исправила осанку и выиграла медаль. Занимаюсь я около двух лет. Пришла, потому что у меня были проблемы с позвоночником, а потом ради удовольствия. Решила проблемы с позвоночником? Да. Да, получается дети. Это контрольная работа. То, что они тренировались и здесь могут себя показать. Самой сложной была дистанция 50 метров, но и с ней спортсмены справились. Лучшие, помимо наград, получили еще и приглашение в сборную региона. Это были новости спорта, но мы с вами еще не прощаемся. Переходим к специальному информационному блоку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон